Мухтар Тайжан приехал в Астану с призывом решительно объединяться. Он предлагает создать гражданскую коалицию по закрытию военных полигонов. Речь идёт о шести полигонах, которые в настоящее время арендует Россия. Авторы идеи рассчитывают, что коалиция антигептил объединит неравнодушных граждан, способных к действиям. Действия – это акции, митинги и агитлитература. Оргструктура предусматривает торжество демократии. Хватит уже диктатура, что во власти, что в оппозиции. Лично мне надоело, например. Вот эти вечные лидеры. Лидеры должны быть. Правление должно быть на временное сноу. Оппозиционерка Зауреш-Баталова предложила не регистрировать движение, чтобы не тратить время на борьбу с государством. Коалиционное действие не зарегистрировано. Оно даст больше успеха. Потому что зарегистрировано как движение. Зарегистрированное оно просто-мапросто приведет к тому, что зарегистрировано, делаем лидера Мухтара. Все, Мухтар, решение. Правозащитник Балатбек Блялов напомнил о митинге, который активисты собираются провести в Астане. Они уже пикетировали российское посольство с бумажными ракетами. Как заявил господин Блялов, надо действовать энергичнее. Когда поступила заявка о военных полигонах, мы сразу обсудили, сразу же поддержали. Сейчас уже появляется предложение по атомной электростанции нас поддержать. И уже создается некое гражданское движение вообще поэкологически. То есть катализатором, если был этот протон, то движение происходит уже намного шире. Пока договорили, что создают комиссию по подготовке меморандума и положений антигептиловой коалиции. В нее вошли Зауреж Баталова, Мухтар Тайжан, Булатбек Блялов. Позже обещали включить в комиссию региональных активистов.